На прошлой неделе многие американские издания писали, что в политической жизни Джо Байдена полные вызовов и сложностей произошло нечто позитивное. Это выступление Дональда Трампа на партийном съезде республиканца в Милуоке. Там Трамп официально согласился, хотя как будто до этого он не соглашался баллодироваться на высший государственный пост в стране. Как и наши предки, мы теперь должны собраться вместе. Поднимитесь над прошлыми разногласиями. Нужно отбросить любые разногласия и идти вперед, объединенные как один народ, одна нация, присягнувшая на верность одному великому, красивому, я думаю, это так красиво, американскому флагу. Сегодня вечером я прошу вашего сотрудничества, вашей поддержки и смиренно прошу вашего голоса. Мне нужен ваш голос. Мы снова сделаем нашу страну великой. После провалившейся попытки убийства Трампа от него ожидали новых подходов и новой риторики, объединяющей американский народ в такое нелегкое время. Справедливости ради, именно с этого он и начал свои выступления, но дальше, правда, снова приступил к политическим нападкам на Байдена. Он обвинил администрацию Байдена в создании, цитирую, международных кризисов, которым он отнес в частности и, снова цитирую, ужасную войну России против Украины и войну Израиля и Хамас. Эти войны, заявил Трамп, никогда бы не случились, если бы он был президентом. При президенте Трампа Россия не захватила ничего, сказал он. На прошлой неделе также стало окончательно понятно, кого Трамп будет вести за собой на пост вице-президента. Важнейшая должность в Белом доме. И вот уже официально прозвучало имя Джей Ди Венса. Вен славится своей критикой поддержки Украины. Он неоднократно заявлял, что Украина коррумпированная страна, рассказывал о вероятной необходимости уступить часть своих территорий ради прекращения войны. Короче, кремлевская мечта просто. Но Венс запомнился не только этим. В начале своей политической карьеры нынешний кандидат на пост вице-президента США критиковал и Трампа, и те, кто за него голосовал. Трамп это тоже уже публично прокомментировал, сказав, что тогда, мол, Венс его не знал, а вот сейчас узнал и в буквальном смысле в него просто влюбился. Что ж, может, если Венс, если вдруг станет, конечно, вице-президентом США, узнает больше и об Украине и тоже в конечном итоге влюбится. Если это сработало раз, то почему не может сработать дважды? Кроме того, спешу напомнить, что в 2016-м Россия уже делала ставки на Трампа, обильно поливая его предшественника Барака Обаму потоком грязной пропаганды. А когда Трамп все же пришел к власти, то первая партия противотанковых ракет «Джавелин» попала в руки украинских военных именно с подачи его администрации. Так что тут уж смотрите сами. Трамп неоднократно заявлял две вещи. Будь он президентом, Россия бы не напала на Украину. Но это первая. Ну и вторая. Уже действующие ситуации. Он мог бы закончить военный конфликт за один день. И вопрос, конечно, даже не в том, мог бы или нет. Конечно, мог бы. Вопрос в том, как именно закончить войну. Уступить России украинский суверенитет и вытереть ноги мировой порядок? Публично Трамп уже рассказывал, что будет давить одновременно и на Киев, и на Москву. Мол, если Киев откажется от переговоров, то военная поддержка прекратится вовсе. А если Кремль будет несговорчив, то украинская армия получит небывалую военную помощь. Тем временем Киев совершает единственно верный в данном случае дипломатический маневр. Избрание президента США – это внутреннее дело США. И кто бы ни стал у роля, Украине и Америке нужно оставаться союзниками. Причем, как показывает практика, это выгодно и тем, и другим. Вы понимаете, о чем я? Трамп и Зеленский поговорили по телефону и обсудили все волнующие их вопросы. Украинский президент и раньше обсуждал с американским кандидатом вопросы войны и мира. Непонятно пока, к чему они конкретно пришли, но то, что диалог продолжается, это однозначно хороший для Украины знак. Знаково и как-то неожиданно в соцсети X появляется твит бывшего британского премьера Бориса Джонсона вместе с Дональдом Трампом с подписью, что он уверен в том, что Трамп поможет Украине выставить в противостоянии российской агрессии. Джонсон известен своим теплым отношением к Украине и жесткая позиция, что Москва не может выиграть войну на поле боя. Твит вызвал множество вопросов у обозревателей. Но Джонсон на фото не остановился и в авторитетном издании Daily Mail он опубликовал колонку под заголовком «Почему я уверен более чем когда-либо, что у Трампа есть сила и храбрость спасти Украину и закончить эту ужасную войну». Мол, когда офицеры секретной службы пытались чудом пережившего покушение Трампа увести со сцены в буквальном смысле без обуви, он продемонстрировал невероятную силу характера. Тогда он показал кулак и не позволил пассивно себя утащить из толпы. По словам Джонсона, в этот момент было более важно показать, что пуля убийцы не может преобладать над ним и что Америка будет в надежных руках. Джонсон специально встретился с Трампом, чтобы обсудить ход войны и настроен он крайне оптимистично. Чтобы раньше некоторые республиканцы не говорили об Украине, мне кажется, Дональд Трамп понимает, какова реальность, написал Джонсон, напомнив, что если Россия увидит, как НАТО позволила Украине проиграть, то это будет поражением и для самого НАТО, и для США. Джонсон попытался выстроить позитивную картинку, делая акценты на преимуществах Украины, а не на недостатках. Более миллиона вооруженных людей в рядах сил обороны и невероятная стойкость украинского народа – основные месседжи, которые он озвучил в своей колонке. И, кстати, это может сработать. Трамп любит успех, для него явно будет политическим бонусом именно поражение Путина, а не сгибание украинцев к капитуляции. Но тут, я повторюсь, остается только ждать. Ничего заранее предугадать невозможно, пока даже у бывалых обозревателей смешаны чувства. А более чем стоминутное выступление Трампа на съезде партии оставляет больше вопросов, чем ответов. Ну а вы что думаете? Пишите в комментариях, если смотрите этот выпуск в интернете. А еще именно сейчас самое время подписаться на наш YouTube-канал и поставить лайк этому видео.